Громких соседей будут штрафовать. Время с 13 до 15 часов традиционно называют тихим часом – временем отдыха маленьких детей и людей преклонного возраста. С 1 января в этот промежуток времени приостанавливаются все ремонтные работы и приглушается громкая музыка. Теперь нарушители спокойствия будут привлекаться к административной ответственности. Как показал наш опрос, узбечане не понаслышке знают, как мешают спать детям звуки перфораторов и децибелы усилителей. Да черт их знает, штрафовать, наверное, больше как. Ну, больше как с ними борются, если они языка не понимают. Ну, как-то влиять на них. Там же на каждом подъезде сейчас висит режим, когда можно шуметь, когда нельзя шуметь. Взять дубинку и по башке, больше как. Если по-хорошему, не понимают. Милицию 10 раз за ночь вызывать. Ну, полицию, наверное, вызывать, чтобы пришли, угомонили. Ну, все, как бы, я не знаю. У меня с соседями с такими не сталкивалось. Вызывать участкового, конечно, в домком жаловаться, в домкому. А так лучше уговорами беседовать, доказывать, что они неправы. Поводом для жалобы может стать любой громкий звук, мешающий дневному отдыху. Крики, использование шумной бытовой техники, строительные и отделочные работы, громкая музыка, лай или вой домашних животных, передвижение мебели, детский плач. Люди, превышающие с 13 до 15 часов уровень громкости, будут штрафоваться. За первым нарушением последует предупреждение. За второе придется заплатить штраф. Первичное взыскание составит от 1 до 3 тысяч рублей. Последующие могут быть до 5 тысяч рублей. Добавим, что в Бийске только за прошлый год зафиксировано более тысячи обращений граждан на нарушителей тихого часа и ночного режима. Составление административных протоколов за нарушение статьи закона Алтайского края, то эти материалы сформированы и направляются в администрацию. В основном они все приходят в управление по работе с населением, структурное подразделение в наше. И далее мы рассматриваем эти материалы. И если есть основания, то составляем административные протоколы. Редактор субтитров А.Семкин